Возвращает нам Антон Платонов. Прошу по приветству. Я этот аудиалист и буду ждать, пока полная тишина наступит. Лишние звуки мне мешают сосредоточиться. Степа, это был финальный аккорд. Браво, Степан. Я надеюсь, что он был действительно финальный. Вечер добрый, меня зовут Антон Платонов. Я музыкант, мастер музыкальных инструментов. Обычно я или пою песни, или играю на музыкальных инструментах, или рассказываю про то и другое. Но сегодня будет исключение. Сегодня я буду рассказывать не о музыке, не о музыкальных инструментах. Я буду рассказывать о том, что меня интересовало с тех пор, как я стал жить здесь. Конкретно в Новороссийске. Я появился в 92-м году. Вот уже, получается, сколько? Много лет прошло. И буквально с первых лет появления здесь, мне было интересно, откуда взялись эти все странные названия, как Шисхарис, Цемесская бухта и многое-многое другое. Это все, ну, потом потихоньку я стал для себя открывать все больше и больше. Ну и сегодня я для вас подведу какой-то такой небольшой поверхностный итог, что из этого всего получилось. Моя лекция называется Цемес, Мархотк и другие странные слова. Черкесские, топонимы, Новороссийское и окрестностей. Прежде всего, хочу сразу сказать для тех, кто не знает, что такое топоним. И для тех, кто не знает, как выключать звук на телефоне. Хочу сказать, что еще раз, и они будут прокляты. Топоним, для тех, кто не знает, это имя любого географического объекта. Там, не знаю, Страна Россия, Город Новороссийск, Село Ужопье, Улица Советов. Это все-все-все топонимы. Даже, в принципе, каворкинг. Каворкинг это тоже топоним. Он уже, по-моему, обозначен на каких-нибудь Яндекс.Картах. То есть, если это есть на картах. И даже если этого нет на картах, это может быть народным топонимом. То есть, мы можем встретиться у каворкинга. Мы договариваемся о каком-то географическом месте. И это уже является названием места какого-то. И уже является топонимом. Допустим, бывают случаи, когда у одного и того же места есть несколько названий, несколько имен. Допустим, у нас бухта. Она и цемесская, она и новороссийская. А когда-то на картах она была суджукской. То есть, три места. Допустим, плавни. Все знают этот лес. Официальное название его цемесская роща. А в 90-х появилось еще одно название. Желтый лес. И я, допустим, в своем обиходе использую именно его. А в основном люди знают о плавни. Ну да, плавни. Собственно, вот что такое топоним. И далее у меня будет вопрос. Вопрос, адресованный тем, кто не был на репетиции этой лекции. Вопрос звучит так. Вот есть у нас цемесская бухта. Почему она цемесская? Есть у кого-то... Не обязательно знать. Есть ли у вас предположения? Очевидно, что слово цемесс. Цемесс. А что... К чему восходит слово цемесс? Цемент. Цемент. Хорошая версия. В основном в новороссийске так и думают. Уже не говоря о приезжих, которые думают так. Вот мой народный... Это герой моей лекции. Народный просветитель Санек. Он считает абсолютно так же. И потом, если мы обратимся к интернетам, то на ответах Mail.ru был вопрос, как переводится цемессу с... Почему с двумя С и Шесхарис. Вот. Где Игорь, мастер очень серьезного левела, отвечает, что что-то с цементом. Да. Интересная версия. Конечно, ну, как всегда, нам просится что-то такое очень близко лежащее. Но, если мы обратимся к историю названия, оно черкесское. Вот. И река... Цемесская бухта восходит к реке Цемес. А в черкесском языке Цемес буквально означает, что Цемес это гнус, это в том числе и блохи, комарьё, вот вся вот эта вот любая кишащая, это всё Цемес. Вот. И Мес это лес. И слово Мес, возможно, вы можете встретить, даже невозможно, вы встретите во многих других топонимах и Краснодарского края, и Адыгеи, допустим, Мезмай, да, все, многие знают про это место. Это Мез, опять же, это лес, Майя, это яблоко. То есть, там очень, там реально очень много яблок, это практически долина, сад вообще, древних черкесских яблок. Вот. Собственно, а если мы посетим те самые плавни, ту самую Цемесскую рощу, о которой я говорил вначале, то мы там встретим во главе с комаром Муратиком вот множество, множество комаров. Особенно, если мы это сделаем вот в течение июня, по-моему, это самый сейчас там пик. То есть, такая еще, уже когда жарко будет, будет влажно, и просто там они съедают. Я там в свое время очень много репетировал со своими проектами, и мы это ощущали. То есть, у нас всегда вот кругом все дымило, и мы спасались от этих ребят как могли. поедем дальше. Сейчас там в течение нескольких слайдов я попробую для вас раскрыть тему, кто же такие черкесы, и откуда здесь так много их топонимов. Вот. Как мы видим, вот на этой карте нанесены лишь некоторые из них, которые, ну, которые, скажем так, нам, мы уже могли слышать. Да, еще есть масса маленьких каких-то речушек там, гор, там, холмов. Они тоже там часто имеют свои названия, которые какие-то вошли в карты, какие-то нет. Вот, кстати, интересно, что слово «цемес», оно до сих пор, это место, вот наш Новороссийск, мои черкесские друзья, они его часто называют именно «цемес» в своем обиходе. И когда меня представляют, они между собой по-адыгски говорят, это из «цемеса» парень. Вот. Дальше. И кто такие черкесы, кто такие адыги? Это один и тот же этнос, вот, и просто черкес – это экзоэтноним. Что такое экзоэтноним? Это то, как народ зовут его соседи. То есть по-русски, русские там называли, ну, не только русские, многие другие называли адыгов черкесами. А адыг – это самое название, то есть это одно и то же. Адыги, черкесы, адыгейцы – это тоже, тоже все к этому относятся. Тут еще можно поставить знак равенства адыгейцы. Но с той поправкой, что термин адыгейц возникает лишь в 20 веке, когда Черкесскую автономную область, нынешнюю республику Адыгея переименовывают в адыгейскую автономную область. То есть она была сначала черкесская в скобках адыгейская, а стала адыгейская в скобках черкесская, а потом она стала республикой Адыгея. То есть термин адыгейский, адыгейц, он уже как бы закрепился в русском как минимум языке, лишь в 20 веке. Ну я, чисто мое мнение, я его считаю немножко некорректным и стараюсь как бы не употреблять. Есть конечно понятие адыгейский язык, это все там или там не знаю, адыгеец, оно как бы, это норма. Это на сегодня норма, но я допустим ее считаю не совсем корректной. Вот, и тут стрелка указывает на вот такую интересную картинку, которая очень похожа на флаг республики Адыгея. Если мы помним, флаг у нас на зеленом фоне, у нас три стрелы и 12 звезд. Вот эти 12 звезд, 12 черкесских племен. Этот флаг является официальным флагом республики Адыгея, также он является официальным флагом всех черкесов, которые живут не только в Адыгее. Большинство адыгов живут вообще не в России, они живут в Турции. Почему, я чуть-чуть попозже расскажу. Ну, на территории бывшей Османской империи. Вот здесь, на этих звездочках перечислены все эти так называемые черкесские племена. Правильнее, наверное, все-таки говорить субэтносы. Вот. Прежде всего это кабардинцы, наиболее такой, очень крупный субэтнос в Кабардино-Балкарии они находятся. Это самые восточные адыги. Вот. Потом есть бесслинеевцы, это черкесы, которые в Карачаево-Черкесии. И практически все остальные, это все субэтносы, которые на сегодня проживают в основном в Адыгее. Ну, если мы берем российских именно черкесов. Вот. В том числе надо отметить бжедуков, которые в основном аул Тахтамукай, аул Энем и все окрестные аулы. Это Тахтамукайский район под Краснодаром. Натухайцы. Натухайцы это те черкесы, которые жили, занимали, ну, в старые, скажем, времена, я о них скажу позже, территории, там, от Анапы, скажем, почти до Геленджика, в том числе и Новороссийск. То есть это у нас, мы живем на землях Натухайцев. Вот. И шапсуги. Шапсуги это самый крупный адыгский субэтнос на здесь, на западе, и ореолы их расселения. Шапсуги занимали все побережье примерно там от Геленджика, Новороссийска, до, почти до самого Сочи, плюс еще вглубь, в горы. Это все, все были шапсуги занимали. Едем дальше. И вот на этой карте примерно показано расселение черкесов на момент начала Кавказской войны. Это конец 18 века. Вот. И все, что фиолетовое вы видите, это все черкесы, адыги. И вот светло-фиолетовое, это родственные к ним народы, такие как абхазы, абазины. Вот. И здесь мы видим, вот видите, у нас Натухайцы, вот здесь будет, вот Новороссийская, наша Цемесская бухта. Натухайцы и везде-везде вот тут шапсуги. И вот под будущим Краснодаром у нас Бжедуг. И вот шапсуги, они занимают очень большую территорию. Собственно, ну, по окончанию Кавказской войны, которая официально закончилась в 1864 году, большинство всех проживавших, очень там, многих тысяч людей на этих территориях, они были, ну, скажем так, или погибли в этой войне, или были выселены по указу императора Российской империи, были выселены в Османскую империю, на территорию Османской империи, где до сих пор они находятся. Это территория и современной Турции, где черкесов больше всего. Это и Ордания, и даже Израиль, и в том числе и Сирия, и Ливан. Вот, там до сих пор они живут, но сейчас в связи, допустим, с сирийскими событиями, они, многие стараются переселиться на свою историческую родину. Вот, это все. О черкесах я могу говорить очень-очень долго, но сегодня немножко не о том. Перейдем конкретно к топонимам. Вот наш Мархотский хребет. Это вот наша горная стена, которая идет от самых там волчьих ворот, и вот он красивый такой у нас тут идет, вон он идет, 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 до всей бухты, и он доходит даже до самого, самого Геленджика, до реки Адерба. Красивая такая стена. Мархотх, Мархотх его называют, и он, это название восходит к адыгскому Мархотх, вот, где Мархо, это Ажина, по данным топонимических справочников, вот, но по комментариям тех людей, которые мне помогали делать эту лекцию, Мархо на большинстве западноадыгских диалектов, это Шелковица. Как бы визуально они с Ажиной немножко похожи, вот, ну, то есть здесь окончательно истины нет, но есть, есть вариант, что вот у натухайцев Мархо, это могла быть именно Ажина, то есть, в принципе, в официальных, во всех там топонимических словарях, Мархотх, это Ажиновый хребет, переводится, вот, но не исключено, что речь шла и о Шелковице. Хотя вот Катерина, которой, к сожалению, сегодня нет, которая живет практически на этом хребте, и в хребте она сказала, что даже, ну, там еще вполне-вполне достаточно. Вот. И вторая часть слова, это ТХ, она же означает и спину, и горный хребет. Вот. И этот ТХ, вот эта буква-сочетание, если вы его встретите в топонимах на Северо-Западном Кавказе, то, скорее всего, речь идет о каком-то горном хребте, допустим, хребет Гойтх под ТОПСЕ. Вот. Дальше. Шишхарис. Здесь все просто. Тут просто и однозначно, что шишхарис, шишхарис это всадник. Это слово, то есть оно вполне однозначно. Всадник, наездник, на лошади. Вот. Как это название здесь прижилось в этом месте, пока что у меня истории нет. Вот. Вот. Может быть, если она у вас появится, сообщите мне. Верхнебаканская и Нижнебаканка. Эти два населенных пункта восходят к реке Баканке, название которой я привожу три версии. Первая – это Беслан-Бакан, предводитель переселенцев из Крыма, черкесских переселенцев, который в этой долине во время сражения был убит. Вторая версия – это, которая пришла мне уже от моих жидугских консультантов. Это Ахаджего Бекан, натухаевский местный князь. И третья версия, которая уходит корнями в раннее-раннее средневековье – это нашествие Авар. Были такие кочевники наряду со всеми остальными. Вот. И его звали Байкан. Вот. Какая из них точно, пока что мне, как минимум, неизвестно. Вот. Это уже может и невозможно выяснить. Вот. Но еще, есть еще такая вещь, что, допустим, про Беслана Бакана я узнал от вот этого вот замечательного молодого человека по имени Бетал Беканов или по-адыгски Беталь Бекан. Он живет в Кабарде. И когда-то он играл в группе Требушет. И мы вот с ним проезжали на гастроли это место. И он сказал, что у нас в семье, ну, то есть даже в роду, вот есть, есть не то чтобы легенда, есть предположение, что вот это вот Бакан, вот это восходит к нашей фамилии, что, в принципе, не безосновательно. Как бы это не точно, но и не безосновательно. Масхако. Масхако. Вот Санек считает, что это благодаря вину получило оно такое название. Тут тоже неоднозначно. Но вообще, по поводу однозначности топонимов, на самом деле, действительно, все очень сложно. Русские топонимы, им всем, то есть, Кавказская война закончилась 153 года назад. Кстати, вот годовщина была 21 мая. И, ну, то есть, за это время, с тех пор сюда, здесь селятся, так сказать, в основном, русское население, которое дает всему свои названия. Вот. Но истории, так как здесь самих, допустим, черкесов не живет, истории многих названий, они утрачиваются. Допустим, в Адыгее, практически, про абсолютное большинство названий, вам дадут очень полную раскладку, что здесь, почему названо. Там даже, вот знаешь, что там-то вот такой-то нарт, сказание, о котором там восходит в раннее средневековье, он вот в том кургане похоронен, понимаете? Вот. Там все, все истории очень подробные, они часто отражены в народных песнях. Вот. Но здесь у нас, где как бы коренное население не живет, нам остается удовольствоваться часто именно каким-то рядом версия. Вот первая версия Масхаку, это амоним, фамилия, то есть это имя, ну фамилия рода, который жил на этом месте. Второе, второй вариант, это Масхуа, это долина вязов, вяз это дерево такое. Наличие вязов я сам еще лично не подтвердил, но в справочниках топонимически говорят, что да, вязы имеются, это еще предстоит выяснить. Третья версия Масхаку. По-черкесски медведь это почти как по-русски Миша, по-черкесски Мыша. Вот, то есть долина медведей. Наличие медведей мы сейчас тоже подтвердить не можем, но это вполне вероятно, потому что, скажем, в доиндустриальную эпоху здесь с фауной было все совсем совсем по-другому, нежели сейчас. И четвертая версия Мыш, Мыша, плодовая яблоневый овраг. Вот так мне перевели друзья из Тахтамукая. Вот, вот столько версий и для топонимики это вполне нормально. Южная зерейка. Тут вообще количество уже поисков и версий, оно просто зашкаливает. Ну, конечно, большинство населения считает, что это произошло от озера и наш народный просветитель Санек, он как бы полностью с этим согласен, что, собственно, непонятно-то. Ну, озереевка же, да, южная озереевка, северная озереевка. Но в 90-х годах, во второй половине я очень много обитал в этих местах и меня всегда задавал вопрос, ребята, где озеро? Я там, я помню, даже специально ходил, там, не знаю, смотрел с горы. Озер нет. На карте, как бы, тоже ближайшее озеро у нас находится. Там есть один искусственное озеро в горах, но оно в Глебовке там. Вот, и, естественно, это Абрау. Не в северной, не в южной озерейке озер нет. И, причем, что характерно, уже узнал я не так давно, что озереевка, именно озереевка, это появляется только в позднюю перестройку в начале 90-х годов. Это проскакивает в прессе, в официальных документах. Можно предположить, что какой-то, может, там, не сильно грамотный чиновник или корреспондент допустил какую-то ошибку, и озерейка превратилась в озереевку. То есть это превращение, оно, ну, совсем недавнее, но произошло недавно. Вот. Какие у нас есть сведения на тему, как это, как название озерейка восходит к адыгскому языку? Очерки по тупонимике в Кубани, довольно неплохая такая книжка. В них говорится, что это адыгские антропонимы, то есть имена людей, аберейк, корзейк. Я эту версию сначала включил как основную, но мои консультанты, бжедуги, сказали, слушай, ну, нам чужих имен не надо, что это такое, мне так стало стыдно, все хорошо, ребята. Вот. Ну, и потом они мне помогли, мы еще поискали и нашли, вот, есть замечательная книжка графини Уваровой «Кавказ. Путевые заметки», которая очень много всего интересного написала про наши места, вот, и она говорит, что здесь это называлось, место называлось озерейка, которую здесь называют назурейка, то есть уже, уже за что-то цепляется, и самые последние данные из Кабарды мне вот рассказывают, что в Кабарде есть селение Озрек, которое вот, возможно, как-то соотносится с этим, по-адыгски называется Озренч, то есть тут вообще точку ставить пока не на чем, но я продолжаю искать в этом направлении, если у вас появятся какие-то сведения, welcome. Гастагаевская, все знают, наверное, эту станицу, вот, если ехать, там, Раевка, потом, Натухаевка, потом, Гастагайка, ее называют, она же станица Гастагайская, которая восходит к речке Гастагайка, которая там протекает, рядом или через нее, вот, и наш другой, народный просветитель, Радослав Святомирович, говорит, что это гостомысла Гайи, что, мол, был такой гостомысл, славянский предводитель, который Горцев там победил, на этом самом месте, и что мы смотрим, действительно, гостомысл предводитель славян там в девятом, по-моему, веке, он действительно был, но на Кавказе он не был, как бы, но сейчас, как бы, такое великославянское мифотворчество, оно, ну, таком находится на пике своего развития, возможно, и таких, конечно, баек можно услышать очень много, вторая версия, это комментарий, комментарий из ВКонтакта, где автор комментария, пожелавший остаться неизвестным, вот, он говорит, что к адыским топонимам это не относится, и что Гастагай это густой лес, ну, Гаста это густой, да, Гай это лес, это из разряда тоже, так называемого, народных этимологий, как правило, это, ну, все это не работает при ближайшем рассмотрении, вот, но любой, практически, черкес вам скажет, что Остегай, то есть место восходит к Остегай, ведь вероятно, я сам тоже там бывал мало, не знаю наличие там сосновых лесов, но это сосна или сосновая, вот, и есть также песня, которую я очень люблю, называется она Остегай Аля, можно это перевести, как крепость Остегай, то есть там был Ау, на этом месте адыгский, и во время Кавказской войны в этом месте произошло сражение, и эта песня, она буквально, она не то, что даже про это сражение, она практически была сочинена во время его, вот, период Кавказской войны, далее, ничего не происходит, топонимы, субэтнонимы, что такое субэтнонимы, я вам говорил, что есть субэтносы, это племена, на которые делятся, да, черкесы, адыги, вот, и некоторые имена географических объектов, топонимов, могут носить имена вот этих самых племен, вот, станица Натухаевская, да, как я уже говорил, племя натухайцев, которые занимались здесь в основном все, шапсуги, да, которые самый многочисленный западноадыгский этнос, станица шапсугская под Абинском, Жанне, Жанне, это название речки в возрождении, долина реки Жанне, дольменные комплексы, водопады, рекомендую всем к посещению, крайне интересное место, очень много черкесских средневековых могильников, прям с табличками, задокументированных там музейными работниками, ну вот, вероятно, самое красивейшее горное место, вот, из наших, из наших, вот ближайших, из доступных, вот, само племя Жанне, оно в процессе истории, как бы, есть, ну, известно точно, что оно такое было, даже известны его ореолы расселения, они вот тут тоже на побережье у нас, но, уже, скажем, к 19 веку оно растворяется в среде натухайцев и шапсугов, вот, и уже как самостоятельное племенное образование, то есть на сегодня вы уже адыгов, жаневцев вы не встретите, вот, я понял, ну, чуть-чуть, не побольше, дайте, вот, и хутор Убых или поселок Убых, это вот как в Раевку едем, сразу спускаемся, первый населенный пункт у нас Убых, со знаком вопроса, потому что Убыхи населяли территории, которые, где, где сегодня находится Сочи, вот, они как раз были между шапсугами и абхазами, вот, это были Убыхские земли, как, топоним Убых появился, Убых, вот, появился у нас здесь, это для меня пока вопрос, который я очень хочу выяснить, но пока никаких зацепок на эту тему у меня нет, а? Может переселили? Нет, переселение, ну, да, может быть, но я думаю, на эту тему были бы сведения, во-первых, во-вторых, ну, как бы переселять их оттуда, сюда, ну, вот, как-то, не вижу стратегического смысла, ну, в какой-то короткий, то есть вообще, по окончанию Кавказской войны просто всех черкесов как бы сгоняли на берег, вот, они здесь очень сильно в Норд-Ост замерзали, помирали, вот, и их сажали на турецкие кораблики, вот, небольшие, и отправляли в Трабзон, в основном, в Турцию, вот, и, и раз уж я об этом заговорил, есть очень интересный факт, что адыги не едят рыбу из Черного моря, потому что во время этого переселения оно было очень ужасным, погибло очень много людей, вот, они гибли, просто трюмы набивались очень битком, людей гибло очень много, естественно, трупы не могли оставаться, а путь был, ну, на парусном, маленьком суденышке, долгие до Трабзона, и очень много людей, ну, трупов было в море, оказалось, и вот с тех пор адыги рыбу из Черного моря не едят. Ну, я продолжу, последний населенный пункт, Кабардинка, он у меня зачеркнут, и наш кабардинец, он задает вопрос, а что же не так, ребята, с Кабардинкой, и об этом мы узнаем на следующей странице, а вот она история Кабардинки, его величество, значит, граф, светлейший князь, Александр Иванович, Чернышевдеев, деятель русской разведки и армии, его величеству благоугодно было высочайше повелеть в отвращении недоразумений, происходящих от сходства названий укрепления Александрийского, и форта Александрия назвать первое Кабардинским, а второе Новагинским. Учесть это название Кабардинский, Кабардинский дано было полку по известной кавказской провинции Кабарда, одной из первых признавших над собою власть России. То есть Кабарда у нас очень далеко, в Кабардин Балкарии, и там в свое время получил свое имя русский полк, который завоевал здесь Кавказ, он стал Кабардинским полком, видимо там особо отличившись. Вот, и видимо он дислоцировался, если не в самой Кабардинке, то где-нибудь здесь, вот, и по его имени решили назвать Кабардинку. Форт Александрия, это нынешний Сочи, он стал укреплением Новагинским, а укрепление Александрийское стало укреплением Кабардинским. Ну, даже сам его величество император, он видимо там путался как-то, но и вот решил, что надо поменять название. Вот так появилась здесь Кабардинка, при том, что кабардинцев как бы здесь компактно никогда и не проживало. Ну и, собственно, Ташва Гапсо, всем спасибо. На этом все. И вот хотел бы вас еще познакомить с этими двумя замечательными адыгами, Руслан Хаку и Аслан Читыз. Это мои очень хорошие кунаки, друзья, которые мне помогали делать эту лекцию и сделать ее более как бы, ну, исторически достоверной и фонетически достоверной. У меня все. Спасибо большое, друзья. У кого какие есть вопросы? Нет, два вопроса. Такой факт, что вот эти горы, которые у нас вот все, ну, в бухту, да, при Городском, если смотреть на бухту, это горы. Да. Я слышала, что они могут когда-то, ну, ну, рухнуть, там, исчезнуть, что-то такое. Что-нибудь про это слышали и что-то будут сильные ветра, и на российский будет все очень плохо. Я прям от нескольких людей. Я сейчас вкратце скажу то, что я знаю про наши горы. Почему у нас здесь такие сильные ветра уже существуют, а уже в каком-нибудь Геленджике начинаются субтропики до самой Турции, да, там ничего такого нет, и вообще в жизни там, жуй кокос и ешь бананы, а у нас уже нету. Переехал через Кабардинку, климатическая граница в Акруат проходит по Кабардинке. На Кубанской равнине скапливаются массы холодного воздуха, которые лезут в теплое Черное море. И у нас здесь самая точка, где им удается перелезть уже через низкие горы. И они здесь начинают переваливать, как воронку все выдувать. Это раз. Ветра они уже есть, я не знаю, вряд ли они уже будут сильнее. И как раз именно благодаря, кстати, горам, я полагаю, они именно такие сильные. А они затормаживаются. Получается эффект воронки, насколько я знаю, они усиливаются благодаря горам. И если гор не будет, то, скорее всего, с ветром наоборот будет все попроще. Воздушные массы будут более легко проходить на Черное море из степей. Это раз. Два. Я знаю, что на Цемесской бухте это бывший вулкан. Это бывший потухший вулкан. Такие геологические сведения. Все. А то, что с горами что-то будет, ну, по-моему, уже, по-моему, как бы все произошло. Кавказ, он уже сформировавшиеся горы. Объясненная продукция. Да. Но если это произойдет, то точно не на нашем веку. Еще вопрос? Да, да, да. Это все курганы, это все захоронения. Вот все, что вы видите, все, что вы видите вот таком. Да, и эти курганы, как бы, можно еще читать. То есть, если у кургана снята, снята, как бы, шляпка, да, или выемка небольшая, то, значит, он копанный, как правило, черными археологами. Вот. Там их очень много. Я не помню цифру. Но на сотни речь идет. Везде, да. Да, там идет речь на сотни. Это все, ну, как бы, учеными доказывают, что это адыгские средневековые курганы где-то 13-14 веков. Может, и более ранние есть. То есть, по сути, там не только эти домены, а что... Да, да, да. Да, то есть... Долина захоронения. Ну, вот это вот вообще, я подозреваю, что эта долина, она вот какой-то явно такой... Ну, это некрополь такой в течение многих веков был. Вот. Еще со времен строителей... А, времена строителей дольменов, это эпоха пирамид, там, это 3000 лет назад. То есть, это очень-очень... Даже 3000 лет до нашей эры, если я не ошибаюсь. Спасибо. Смотрите, такой вопрос. А когда вы встречали всю эту историю, у вас не сложилось впечатление, что люди ответственные, которые дают новые названия, они как бы с какой-то неприятной интенсивностью стремятся старые, ну, изначально названия заведут на какие-то новые? У вас не сложилось такое впечатление? Я думаю... Я, во-первых, немножко знаю, как эти процессы часто происходят в таких перезаселяемых местностях. Как правило, это происходит само собой. Там, создали поселок, там, Мефодьевка, там, ну, я не знаю, наверное, его кто-то основал, там, может, с таким именем. Хотя это я сейчас фантазирую, я не знаю. Вот. То есть, часто эти названия, они не специально раздаются, они возникают... Прежде всего, все официальные этапонимы, как правило, они сначала неофициальную обработку проходят в народе, в фольклоре, да? Вот. И какие-то устоявшиеся названия, они потом попадают на карты, становятся официальными. Бывают редко случаи, когда какие-то географические такие объекты, их называют прям, да. Но вот чтобы прям вытесняли какие, ну, как бы, скажем так, пришедшая русская прям администрация переименовала что-то специально, нельзя этого исключать, но я не заметил, чтобы прям это как-то делалось специально, может. Но хотя, в принципе, учитывая, что, допустим, в той же Адыге адыгских топонимов их гораздо больше, а на территории Краснодарского края их как бы меньше, то, ну вот, может, что-то такое, конечно, и было. Но, скорее всего, это вообще естественные процессы, связанные с тем населением, которое здесь живет, которое дает всему имена. Я хочу продолжить, да, ну, ведущего... У вас не вопрос, у вас реплика, да? Да, у меня появится новая письма. Я думаю, что действительно имеет место быть, потому что, если мы сталкиваемся с, ну, Кавказской войной, это явление, да, заселение новой земли, насильственное, мы участвуем, как раз за собой, насильственное выяснение... Ну, как бы старых смыслов, новым контентом. Вполне, я думаю, что здесь он так бывает, но, к счастью, сохранилось много и вставил. Спасибо, Лето. И нету больше вопросов, все, да? Друзья, ну, сейчас... Субтитры создавал DimaTorzok